Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас в меню камбала. Отхватил вчера вот эту красотку в магазине. Хочу показать один очень, очень распространенный в наших краях рецепт ее приготовления. Сегодняшний способ, конечно, более замороченный, чем тот. Я про тот рецепт, где просто забрасываешь рыбу в микроволновку и все. Но он того стоит, поверьте. А уж если это делать, как я, в дровяной печи, то на выходе будет вообще сказка. Итак, печка у меня топится почти час. Пора приступать. Картошку и лук предварительно очистил, чтобы в кадре ваше время не отнимать. И нарезаю ее кружочками толщиной примерно 5-8 миллиметров. Угадайте, каким ножом? Правильно, спонсорским. На самом деле, остро наточенным. С картошкой разобрался. Давайте сразу и лук поднастрогаю. А вот лук порежу лепестками. Мне кажется, так он более эстетичным будет в готовом блюде выглядеть. Камбала у меня крупная, красивая. Значит, и подача сегодня тоже может быть такая презентабельная, праздничная, прямо скажем. Ну, как видите, подготовился. Можно начинать. Рыба запекается быстро, гораздо быстрее картошки и лука. Поэтому перед началом запекания рыбы подготовлю картошку. Попросту поджарю ее. Уголечков надо выгрызть из печи и сложить здесь. Маловато будет. Ну, а вот так, наверное, нормально. Поехали! Водружаю на угли. Кстати, нужно, наверное, эту форму для запекания тоже в печку отправить, чтобы грелась. Вот так. Приступим. Сразу масло сюда. Щедро так. Испанцы вообще при приготовлении морепродуктов используют очень много масла. Это у меня оливковое. А здесь не вижу ни черта уже. Смесь рафинированного и экстра-верджин ароматного. За картошкой на углях надо следить. В том, не кухонная плита. Здесь отрегулировать нагрев в разы сложнее. Конечно, я мог бы сначала поджарить спокойно эту картошку на кухонной плите. Эти овощи будут мне выполнять роль подушки для запекания рыбы. Ну, это будет не спортивно. Так, думаете, мне уже лук тоже можно добавлять. Обратите внимание, масла здесь очень много. И это неспроста. Это один из важнейших моментов. Все жители Средиземки отлично знают, что рыба, морская рыба, скажу точнее, камбала, обожает чеснок. Даже не просто чеснок, а масло с чесноком. Кстати, насчет чеснока. Надо его нарезать пластинками, желательно тонкими. Вот такими. И сразу же остричили перец вместе с косточками, чтобы остроты побольше. Ну и помидоры сразу нарежу. Это тоже кружочками. Ну или, как говорят в Испании, радахас. Такие ломтики в самый раз. А что там с картошкой? Думаю, уже пора. Ну-ка. Да, она почти готова. Можно продолжать. Оставлю сковородочку, а сам для формы для запекания. Она у меня в печи грелась. Массивная же, глиняная. Иди сюда. Иди сюда ко мне. Вот на ней соберу весь натюрморт. Картошку сюда. Да, и немного масла вот этого ароматного. Лучок. Надо все разровнять, чтобы слой получился равномерный. Эдакая подушка. Картошка уже практически готова. Еще немного и разваливаться начнет. Поэтому не страшно, если я на нее положу помидоры. В них кислота содержится. И вот если выгружать кислые продукты на недоготовленную картошку, или тем паче сырую, то крахмал сразу стекленеет. И пытаться запечь до готовности можно будет потом картошку эту до морковного заговения. Сразу же посолить. И рыбу на эту подушку. И надо пару надрезов сделать. Они чуть позже понадобятся. Ну и посолю тоже. Вот так. Немного оливкового масла перед тем, как в печь отправлять. Вот так. Чтобы не пересыхало. Все. Отправляю рыбу в печь. Вот так. Отлично. Пусть здесь сбоку постоит. Но это еще не все. Температура в печи высоковата немного. Ну ладно. Помните еще, что я вам говорил про количество масла? Так вот. Смотрите. Вот оно. Картошку и лук я вынул, а масло осталось. И вот сейчас самое время ароматизировать его чесноком. Ну и перцем. Отлично. И вот тут долго жарить не надо. Хватит буквально пару минут. Следить, чтобы чеснок не стал коричневеть. Это очень сильно испортит вкус. О, уже почти пора снимать с огня. Но сначала надо вытащить камбалу. Прямо вот здесь и пристроюсь. И вот теперь поливаю горячим ароматизированным маслом. Чтобы в эти надрезы все попало. Отлично. И опять убираю в печь. Теперь уже до полной готовности. Осталось совсем недолго, но бездельничать некогда. Надо нарубить петрушки. Не очень мелко, но и не очень крупно. Вот так, наверное, будет достаточно. Вот так вот. Конечно же, по такой методе вы прекрасно подготовите рыбу в своей духовке. Не обязательно дровяная печь. И будет абсолютно не хуже. Ну, может быть, чуть-чуть. А уж если у вас есть верхний гриль, то вообще, я думаю, результат и не отличите. Подождем. И вот он результат. Петрушка. Лимончик. Обалдеть. Соседний дом купили жители Голландии. И дни напролет его ремонтируют. Грохот стоит постоянный. Извините. Ну, и как вам такое блюдо в качестве праздничного? Мне кажется, гости будут в восторге. Ну, если они, конечно, только не шарахаются от рыбы, как один из моих малолетних операторов. Не знаю, мне очень нравится. Подавать это надо, конечно же, с холодным белым вином. Особенно в такую погоду, как у нас сейчас. Вроде не очень жарко, там 32 градуса всего. Но так парит. А, давайте уже пробовать. На тарелке, конечно, выглядит не столь презентабельно. Но рыба очень нежная и очень сочная. И, кстати, даже подполены не образовались, несмотря на высокую температуру в печи. Пахнет восхитительно. Обожаю рыбу. Обожаю камбалу. А здесь легкий аромат чеснока. Чуть-чуть в печи пережарился. Чуть-чуть сильнее, чем надо бы. Ой, а здесь еще и острота перца присутствует. Класс. И жареная картошечка с лучком. И на картошке тоже. И острый перец чувствуется. И лимон. Ммм, прекрасно. Готовьте. Это восхитительное сочетание. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok